И так, два, два, три! Вот так весело и задорно начался субботний день для многих сочинских девчонок и мальчишек. Макдональдс организовал для них настоящий осенний праздник. Все это, пока родители оформляли покупку и узнавали, что один рубль с каждой покупки картофеля направляется в благотворительную копилку, которая потом будет передана для помощи детям. К слову, весь картофель исключительно отечественного производства. Мы сегодня с нашей дочкой зашли в Макдональдс и купили картофель фри. Мы счастливы, мы рады, что поможем кому-то из деток в качестве благотворительности. Может быть, кому-то на операцию поможет деткам, может быть, еще в чем-то. Я всегда люблю делать что-то доброе для людей. Я очень люблю помогать деткам, мне их очень жалко, я всем желаю счастья. Для меня это очень важно. Все 660 ресторанов Макдональдс в 120 городах России включились в благотворительный марафон. В Сочи в организации проекта «Мак Хэппи День», например, помогали звезды радиоэфира Юлия Романовская и Эдуард Меркер. «Мак Хэппи День» Такая акция проводится ежегодно и привлекает внимание многих известных политиков, артистов, спортсменов. Задача у всех одна – поддержать проекты фонда «Дом Рональда Макдоналда». За 28 лет компания «Макдоналдс» передала более 680 миллионов рублей на благотворительные цели в России. В 1995 году компания стала инициатором создания благотворительного фонда «Дом Рональда Макдоналда». И уже более 250 тысяч российских семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получили поддержку. И, в свою очередь, фонд только в 2017 году передал более 73 миллионов рублей на благотворительные проекты. Девиз акции «Вместе поможем семьям быть вместе» достаточно простой, но очень привлекательный. Каждый из взрослых уверен, у маленьких детей не должно быть больших проблем. Наша съемочная группа также присоединяется к благотворительной акции. Вот этот стикер как напоминание о том, что добро может делать каждый. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».